Презентация Я расскажу, есть ли альтернатива традиционным строительным решениям для организации таких объектов. И организация биотехнологического объекта сконтролируемой средой быстро, качественно и недорого. Насколько это реально. И расскажу, что такое трансформирование модульной конструкции. И дам примеры готовых решений для различных объектов. Биотехнологический процесс включает ряд этапов. И вот именно многоэтапность этого процесса обуславливает необходимость привлечения самых различных методов. И вот требования к биотехнологическим процессам, которые здесь изложены. Соблюдение стерильности при работе, манипуляции должны проводиться в асептических помещениях. Вот. Контроль за условиями проведения. Зависимость, так сказать, поставленных задач. Используемые методы, там, КОЦР, иммуно-ферментативные, электронные. Они все требуют условий жестко контролирования. То есть разной той или иной степени чистоты. Вот это отличительная черта, о чем я хотел сказать. для биотехнологического процесса. Значит, что такое чистое помещение? Значит, вот я хотел бы остановиться на определении. По той причине, что мы дальше говорим на одном языке и вот... Ну, меня лабораторирует ПЦМ, собственно. А, тогда вы знаете, нет, я почему, да, так сказать, специально здесь указал. Потому что, значит, я руководил научно-образовательный центр. У нас прекрасный курс, знаете, может, мы с вас... Ну, тем более, да, по ПЦРу. И на одном из занятий, так сказать, когда лектор спросил, так сказать, слушателей, знаете ли вы, что такое чистое помещение? Он сказал, да, знаю, мы там, где ПО помогли. Вот, так, побивали просто. Ну, я просто хотел сказать, что чистое помещение, где-то не только там, где ПО помыли, а в том чистое. Значит, мы не будем останавливаться, так сказать, нам понятно, что такое чистое помещение и как они организуются, что это может быть и вне чистой зоны, и чистой зоны отдельно, вне чистой, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, здесь просто указаны способы создания чистых помещений, зон, да, так сказать, это зовут. Варьерная технология, так сказать, да, матрешка в матрешке, ой, матрешки в помещениях в помещении, да, укрытие различного типа, так сказать, ну, это вы все хорошо знаете, а на нижней части слайда вот представлены различные типы создания локальных чистых зон, да, так сказать. Ну, здесь указаны стадии биотехнологического, создания биотехнологического процесса, все начинается с концепции, да, да, так сказать, там, делается дизайн проекта, подготавливаются рабочие технологии, документация и проводятся строительно-монтажные работы, да, значит, поставляемое оборудование, необходимое полонопусконаладка и, чтобы оборудование, валидация и, соответственно, техническое сопровождение, так сказать, где-то вот стадии создания параметра, это очень важно комплексное решение. И вот комплексное решение, оно держится вот на трех китах, как мы всегда говорим, это самое важное, так сказать. Все процессы, китах, они, конечно, важны, но это вот три кита, то есть это разработка концептуального проекта, все с этого должно начинаться. Оснащение передовых оборудований, у нас не может быть передовых технологий, так сказать, с оборудованием, это все. И чтобы это оборудование, мы были в нем уверены, так сказать, в результатах, которые получаем, так сказать, с оборудованием, оно должно проходить валидацию в обязательном порядке и сервисные услуги. Вот. И хочу остановиться вот тоже буквально кратко, значит, на концептуальном проекте. Вот все должно начинаться с концептуального проекта. Это самая, так сказать, важная, важнейшая, я бы сказал, стадия разработки вот любой проектной информации. Значит, здесь вот представленная вот схема взаимодействия, это, прежде всего, вот встреча, обсуждение, заключение, вот, например, договора, так сказать, создание эскизного проекта, вот, и потом уже, так сказать, разработчик проекта. И очень важно, так сказать, исходные данные, которые мы получаем от заказчика, потому что недостоверность этих данных и недостаточность их, она, вот, приведет к выводке неверных решений. И когда вот создан концептуальный проект, вот, в общем-то, зачем он нужен, там, то есть это, прежде всего, вот, для четкого формулирования целей и желания заказчика, да, вот, вот, хочет он восемь взаимно перпендикулярных поверхностей, чтобы было разного цвета, да, 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 вот, ну, и, так сказать, все это очень важные и интересные, и, в заключении, так сказать, что очень важно, это вот, получение качественных демонстрационных материалов. Когда у вас есть концептуальный проект, значит, вы, так сказать, предоставляете инвесторам, так сказать, они наглядно видят, что вам нужно, сколько вам нужно, да, значит, в какие сроки, так сказать, это все проводится, так далее. То есть, не пускать, а вот дается нам столько, так сказать, там, лимонов, да, наследа, а мы вот, вот, просто вот там все исполнить там. Вот, защита, опять-таки, приходите ли вы к руководству, то есть людей, и так далее, да. Этап, то есть, обычно финансирование предоставляется по этапам, кусками. Вы знаете, да, вот на этом этапе будет сделано то-то, то-то, то-то. Вы можете остановиться, ждать следующего финансирования. У вас не будут декста затраты на ненужное оборудование. Если будет интересно, потом попробую искать. Ну, вот от наших слушателей истории, это вообще украшительное внимание, как-то, да, приходят плачут от того, что не было концептуального проекта. Экономия, это вот, ой, а зачем нам концептуальный проект? Мы сами все сами, мы, о чем мы не знаем, что нужно для пациентной лаборатории, да. Все. Вот, да. И без концептуального проекта потом, так сказать, это затрата. То есть, обоснование всех этих. Я специально делал это вот, я очень болею за то, что вот, когда люди делают. Да. Ну, и вот традиционные строительные решения. Вот актуально это строительство, значит, известный треугольник, вот быстро, качественно идешь, да. Вот. Да, да, актуально. И, соответственно, у нас, наверное, на пересечении, так сказать, вот показаны риски. Что это вот дорого, долго, триво, впоследствии. И, ну, сама, вот, тем не менее, идея, что такое быстро, качественно, недорого, это вообще желание любого клиента, и вот грамотно выбрать среди всех предложений, как-то вот их разнообразие, да, вот, что-то соответствующее, в общем-то, по цене и качеству. И вот здесь мы подошли вот к центральному вопросу презентации, а действительно, вот, есть ли альтернатива традиционным строительным решениям при организации биотехнологического объекта. И такой альтернатива традиционным строительным решениям является решением создания чистых помещений, то есть, по-самому началу, как мы говорим о чистых помещениях, могут выступать вот трансформируемые модульные конструкции, оснащенные индивидуальными вентиляционными модулями, да, и образующие чистые зоны. Ну, вентиляционный блок, он, понятно, он производит, в общем-то, очистку, соответственно, воздуха через ступенчатую систему фильтрации, то есть, там установлены, там, ГЕБА-фильтры, да, и поддерживает необходимое давление и кратность воздуха отнятия. Ну, а если в технологическом модуле связаны с выделением большого количества тепла, к нему можно подключить модуль охлаждения. И, что важно, что вот технологические решения на базе вот модульных чистых зон позволяют осуществлять создание либо перепланировку рабочих пространств контролируемой средой не прибегая к перестройке основного вещей. Строительство сейчас, как, проводится редко, так сказать, ну, денег мало, да, строительство новой лаборатории, нового производства, вещь дорогостоящая. Вот. И чаще всего, так сказать, мы ставкиваемся с тем, что требуется некая перепланировка. То есть, приходят, говорят, вот у вас есть 100 квадратных метров, вот организуйте здесь пациент вброд. Пожалуйста. Вот. И вот в этих случаях, так сказать, мы как раз в качестве альтернативы вентиляционных строительных решений предлагаем, вот модульные системы, да. Ну, я говорил, что вот вентиляционный блок, он представляет собой, так сказать, автоматизированный комплекс, да, так сказать, это все. Проводит очистку, подготовку и, так сказать, воздухоподачу, да. И вот, как указано, так сказать, на данной табличке, значит, позволяет реализовывать, так сказать, указанную степень частоты, да, или повышать эту степень частоты, да. Там можно устанавливать либо повышенное, так сказать, либо пониженное давление. Ну, в таких случаях это чаще всего, так сказать, создается системой вентиляционных блоков, когда мы можем установить вентиляционный блок. Если это герметичное помещение, то обычно рекомендуется устанавливать два вентиляционных блоков, чтобы один у нас работал на подачу, а другой, соответственно, так сказать, на заборе воздуха, так сказать, из зоны, да, так сказать. И уже баланс, он задает либо повышенное, либо пониженное давление, да, и необходимую кратность воздуха. Вот. Ну, принцип работы, в общем, понятен, я уже, так сказать, об этом, так сказать, поговорил. И главный вопрос, да, вот быстро и качественно, недорого, мифы это все-таки, да, или все-таки реальность? И вот здесь вот показано, так сказать, что вот трансформируемые модульные конструкции представляют собой достаточно эффективный и недорогой вариант реализации барьерных технологий. То есть, ну, что мы видим, это вот, что каркас легкого металического профиля, там, прозрачный ПВХ, пленка или акриловый лист, так сказать. Ну, мы начинали это разрабатывать как пленочные технологии, прежде всего, да. Вот, но по желанию заказчика, пожалуйста, это может быть акриловый лист или просто народен этого еще к стеклу, соответственно, толщины. Технологически это, наверное, для нас даже проще, так сказать, устанавливать. Это быстрее, проще и так далее, вообще-то говоря. Вот, так сказать, нет никаких сложностей, соответственно, и различий. И прозрачность, то есть, здесь пропускание света, вот, там, 90-95%, они, так сказать, не поддерживают горение, так сказать, не пропускают воздух, влагу. Устойчиво действует большинство инфицирующих сред, вот, легко, то есть, если проткнули, скажем, эту пленку, она легко заклеивается, так сказать, в тучи разы. Нет, действительно, это, так сказать, не вопрос, так сказать, легко сваривается, склеивается, да, и так далее. Там, вставки позволяют организовать, так сказать, входы, выводы, так сказать, необходимых. И вот, я, конечно, прежде всего, хотел бы обратить внимание, вот, на структуру капитальных вложений, как показано здесь, при организации, вот, предлагаемых модульных конструкций, да, так сказать, в том числе, пленочных, в виде соотношения стоимости ограждающих конструкций, да, к стоимости оборудования, то есть, и, как видно, из представленных диаграмм, то есть, при традиционном подходе, когда, так сказать, строим, стены, перегородки ставим, так далее, вот, это соотношение, вот, 70-30, то есть, на 70 идет награждающих конструкций, так сказать, положение открытого 30-го года, да, а когда мы реализуем, вот, быстро возводимые модульные конструкции, вот эти пленочные, так сказать, технологии, как бы, раньше, так сказать, это называли, здесь отношение обратно, на сколько, 30%, да, где-то из 70 мы можем вложить в оборудование, высокотехнологичное оборудование, это вот, ну, самая моя любимая, если хотите, вот, диаграмма, да, потому что она, она очень наглядная, она очень покрасывая, так сказать, как все это можно украшивать, да, ну, применение, 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 понятно, да, так сказать, то, с чего мы начали, собственно говоря, это вот создание чистых зон, да, так сказать, рабочих зон с контролируемой средой, то есть, в такие, как функциональные зоны Бивария, так сказать, там, лабораторий, ПЦР-лабораторий, биотехнологических комплексов, создание помещений для работы потенциально опасных, так сказать, значит, срок изготовления, срок изготовления у нас с вами от 60 до 90 дней со временем утверждения проекта, то есть, ну, в зависимости, естественно, от огнём, ну, и прочего, и прочего, сколько их надо, и так далее. Основные преимущества, вот так вот, развертывание самой зоны, опять-таки, там, в зависимости от величины, от 4 до 10 дней, низкая стоимость, как раздающая конструкция, какого-то, да, и вот относительно низкая стоимость плёнки, так сказать, вот, она позволяет проводить координарную деконтаминацию путём полной её замены, то есть, если возник вот такая, так сказать, задача, так сказать, и уже оттирать как-то бесполезно, да, так сказать, все, тебе просто просто снять и выкинуть, и, как ни смешно, просто такая вот, такое решение проблемы, значит, как бы, почему я отмечаю, потому что вот как раз на курсах по ПЦРу, так сказать, ну, один из слушателей, рассказывала, да, что у них ПЦР-лаборатория, они организовывали, они, у них не было возможности, так сказать, там, с этаж панелями и всё, и плитка, значит, она обычная плитка, значит, через определённое время, значит, после этой плитки, все эти ампликоны и так далее, 5, и 10, и они всё это всё, и у них такое технологическое решение, они сбивали эту плитку, вот это случай жизни, да, потом, значит, новую плитку и вот такая развивалась, вот это реальная, вот это жизнь, это вот, так сказать, не военный океанат, это сомнение, здесь вот просто, так сказать, вы, да, заменили, поставили новую, и будет вам счастье, да. Ну, вот прозрачная конструкция, здесь, значит, приказано, это вот и освещение, и нору, это и возможность наблюдения, так сказать, с баран, там, что, так сказать, видно, что делать со соседями, так сказать, часто это, в общем, довольно важно и полезно, так сказать, это компактное решение, то есть высота, вот, как указано, возможно, 0,3 метра низкая, то есть это можно списать практически в любое имеющееся помещение, помещение, да, они удобно собрали, разобрали, так сказать, хранение, перемещение, транспортировка, делается все это под индивидуальные заказы и так далее, можем обеспечивать частотку, там, от 5 класса до 8 класса, менять, да, менять, в общем-то, конфигурацию, оно может быть постоянное или временное, так сказать, скажем, вам нужно что-то сезонное, у вас есть, так сказать, ангас с коммуникациями, значит, там можно развернуть там лабораторию и так далее, максимально приближенную, так сказать, зоня, допустим, к экспериментальному полю, да, так сказать, вам не надо образцы эти возить, так сказать, там, куда-то в город, и все, так сказать, В конце сезона вы это все свернули, а оборудование вывезли, так далее, лазили, потом опять это развернули. Вот, возможно, каркасное исполнение, так сказать, отдельное настоящее, так сказать, я вам покажу, да, или консольное, то есть, какой-то, в общем-то, этой самой снеги. Вот, ну и давайте вот уже посмотрим, например, у просто готовых решений, что вот все это вот можно реализовать непосредственно, да. Демонстрация возможностей, так сказать, вот трансформируемых модульных конструкций на примере готовых решений. Это вот готовое решение для биотехнологического комплекса, как раз вот по планальному микросмножению растений, да, да, из тем, которые мы продвигаем, так сказать, это вот здесь представлена вот внизу у нас схема, здесь вот базовая комплектация вот биотехнологического модульного комплекса, да, вот на 75 квадратов, которые позволяют, вот, вот, вот проводить колональное обложение вот до 150 квадратов растений, да, значит, здесь указаны зоны, и что важно, так сказать, мы можем это всегда расширить, или наоборот, так сказать, у нас возникли какие-то дополнительные задачи, пожалуйста, так сказать, мы можем быстро и эффективнее сделать какую-то дополнительную зону, да, вот, вот, коробка. Вот вы, это самое, так сказать, то, что вам ближе, это готовое решение для организации четырехзонного модульного укрытия, да, для пациентной аппаратуры, и, так сказать, зонно-полосцентный метод, что-то, ближе, рил-тайм, да, вот, рил-тайм, вот, рил-тайм, пациентной аппаратуры, вот, значит, у нас, так сказать, вне, собственно, представлена, так сказать, непосредственно сам план, отрисовка, да, значит, мы видим, что, ну, естественно, что все зоны соединены между собой, значит, непосредственно передаточных окон, да, это самое, да, и мы можем организовать, так сказать, потребность, так сказать, необходимый перепад давления, который, так сказать, регламентируется и требуется, соответственно, с методическими указаниями по организации пациентного права. Ну, а вот синим как раз показывают вот эти вот модульные установки, да, да, так сказать, для каждой зоны, соответственно, так сказать, антипрос, да, а это готовое решение для зонно-манипуляции с лабораторией для животных или варик, потому что варик отношениях, так сказать, тоже постоянная тема, значит, здесь вот осуществляется уже, и в частности, вот, пока, вот, локальная чистая зона, да, значит, пока для работы с СП, вот это, что требует, так сказать, особо, так сказать, особых условий, то есть, на третье устанавливается ВК-установка и индивидуальные активируемые клетки, да, и все это еще помещается в дополнительные манипуляции, то, что операционные и так далее, которые требуют дополнительных чистых зон, так сказать, это все, так сказать, может быть непосредственно реализовано. Ну, а здесь вот просто эскиз представлен, трехмерный эскиз, показанный вот на предыдущем слайде вот этого фрагмента Вивария, да, вот, выполнено с помощью трансформированных модульных, да, конструкций, вот такой очень красивый, закачка нравится. Ну, конечно, я такую картинку показываю, ну, все наглядно, все наглядно, все это предлагает. Ну, вот, и в заключение, да, значит, вот представленный материал, она наглядно показывает, что вот трансформируемые модульные конструкции, да, представляют собой, действительно, это современные технологии для развертывания рабочих соц. контролируемой средой, так сказать, там, на картинке показано, как у нас в лаборатории, так сказать, это все проводится, это все, собственно, живое, так сказать, опробуем, да, значит, то, что, в общем, можно провести эффективно, экономически, очень выгодно интеграцию в любое, так сказать, помещение. Вот, и еще раз, так сказать, заключение, так сказать, это вот структура капитальных влажений, она, то есть, наглядно показывает все преимущества непосредственно вот этих дел. Спасибо, вам очень было интересно.